здравствуйте не продали фраза что вот всех пиндосов надо стереть в радиоактивный пепел на этой неделе вновь приобрела актуальность эта программа вести недели без дмитрия киселева на этой неделе тему собственно говоря одна сирия 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 чуть-чуть скрипаляя и чуть вы узнаете почему из-за наших именно контр санкций народ будет голодать в россии в ближайшее время поехали все по порядку и так шаханы город где создавалось советское химическое оружие и где был произведен газ новичок тот самый именно тот самый образец которым траванули июлю и сергея скрипалей расследование немецкой немецкого холдинга дольше вейли британская газета the times назвала место где был изготовлен яд которым отравили сергей июлю скрипаль это шаханы город саратовской области жители саратова даже и не догадывались что в их родных краях производится смертоносное оружие предыстория с тех пор как вон договорились об уничтожении химоружия население этого городка сократилось двое не знаю причина ли тому боевые действия боевые вещества или нет но факт есть фактом город стал развиваться в 50-е годы прошлого века когда было решено создать там филиал института органической химии и технологии сокращенно гос не и охот филиал вырос самостоятельный институт под названием гитас государственный институт технологии органического синтеза именно в данном институте в 1972 году в рамках программы министерства обороны советского союза фолиант работал целая группа химиков под руководством профессора петра кирпичева их задачей была разработка и производство новых отравляющих веществ которые бы превосходили американские аналоги в частности газ в x и являлась бы эффективными и живучими во всех видов доставки в том числе и в той самой пресловутой гречке которая везла юля скрипаль своему отцу из москвы всего было создано четыре группы веществ которые получили это название теперь уже ставшие знаменитым новичок на протяжении последних десяти лет шиханах а это с момента войны 0 8 0 8 0 8 0 8 отравляющие вещества класса новичок испытывались в мини дозах с целью использования для точных убийств как раз тогда 10 лет назад стало очевидно что врагами путина могут быть том числе и президенты других стран они только главари бандформирований и нужен был этот газ для совершения покушений на врагов россии том числе которые находятся на вершине власти в других странах чтобы в этот город попасть требуется спец пропуск фсб также обращу ваше внимание что путин даже несколько раз применял газ новичок а это именно против хаттаба о чем до сих пор гордятся в фсб но и на дубровке в теракте в теракте на дубровке о чем не гордятся в фсб потому что должен не рассчитали и вместо того чтобы просто усыпить заложников их по сути убили то есть наша власть убила собственно наших граждан и наша же власть уже несколько раз этот самый газ применял применяла в частности мутная история с ющенко все мы помним почему год газ в меню и газ новичок в мини-дозах тоже мог бы быть против него применен добавить тут нечего шикарный материал немцев за дольче вейле ну и кроме того в случае чп ядовито отравляющие вещества двинулись бы по волге и это ну потому что саратов находится на волге и и это было бы похлеще чернобыля а может быть был на это специальный расчет нашей власти меньше было бы свидетелей чрезвычайного происшествия потому что в случае выброса этого самого вещества они бы естественно погибли вот так вот но к счастью этого не случилось в ссср умели хранить ядовитые вещества чего не скажешь о теперешней российской власти идем дальше минобороны россии обвинила израиль в атаке на сирийскую военную базу авиаудар по сирийскому аэродому тифор нанесли два истребителя f-15 ввс израиля до цели достигло 3 ракеты и 5 были сбиты вроде бы победа асада и расшистов а нет ведь этих ударов территории израиля ну тут может быть очень много тут правда стреляли с территории ливана может быть этих самых ударов сотня а теперь представьте что эти четыре ракеты могли быть с ядерной начинкой ух кроме того никого не будет волновать что российская система пво сбила больше ракет чем пропустила тем самым израиль нанес удар по имиджу наших систем пво которые кстати формально даже не сработали а это были сирийские системы пво произведенные которые были еще в ссср цель израиля очевидно не допустить к выходу на голландские высотки исламский корпус стражей революции ирана союзника башара асада в сирии но тут есть нюанс иран поддерживает россия ирана все сами прекрасно очень давний враг израиля и кстати и кстати враг саудовской аравии но в отличие от евреев судить и не бомбили пока территорию ирана а вот и залить бобили бобили территорию ирана я напоминаю вам историю семидесятых семидесятом году в семидесятом году и иранские ввс начали бомбить израильские ввс начали бомбить иранские атомные электростанции потому что на них разрабатывался атомное оружие ирана и в этом конечно же по поводу папа 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 помогал советский советский союз израиль видит что россия все больше и больше становится страной которые пользуются террористическими методами и самое главное поддерживать тех кто пользуется террористическими методами нанес нанес удар вот собственно говоря именно поэтому израиль и принял решение долбануть а то же что-то там путин рухани и эрдакам чувствовали себя победителем войны в сирии но как сталин чертилль и рузвельт теперь они так себя что вы вот не чувствовали они так себя действительно теперь не чувствуют теперь поджилки для них трясутся ясно что израиль после этой атаки уделить свои позиции в сирии даже можно взять более жесткую полицию по отношению к россии например не пускать российских паломников в иерусалим на рождество и на пасху до тех пор пока россия будет поддерживать иран словом весь мир против рашизма даже евреи которых наши деды и прадеды освобождали от немецких крематориях также теперь против россии и путина воистину наша власть может настоять против себя своих же друзей американцы красавцы за счет других они провели про проверили нашу систему пво которая не сработала так надо строить политику недаром я слушаю умных кстати говоря евреев таких как алексей венедиктов михаил фишман михаил зыгарь виктор шандрович рекой екатерину шульман грегора вайнера но это уж совсем на на любителя михаил виллер список можно продолжать и продолжать это весьма умные люди они дело говорят надо россию нагнуть в сирии и превратить сирию для нее во второй афган а яков кедми яков кедми да я тоже слушаю этот соловейный помет на канале россия 1 теперь выкручивается как может рост анти еврейских настроений россиян растет так например мой отец их уже из-за этого удара называет неприлично на букву ши я не буду это оскорбление повторять дабы не уподобляться что называется тем кто евреев жигал в концлагерях но факт есть факт то из-за этой самой атаки в россии теперь евреев называют на букву ж но в грубой форме да особенно кстати говоря ну сами понимаете мой отец их называть на букву ж так форбс токсичный русал российские миллиардеры потеряли за день больше 12 миллиардов долларов власти сша вели новые санкции 6 апреля расширено расширили список на 26 человек и 15 компаний в этой связи инвесторы начали распродавать российские активы кстати правильно делали я бы вообще от любых российских активов отказался по еще в 2013 году на пульсе на после их распродажи незамедлительно рубль упал более чем на 50 процентов по отношению к доллару и это только начало русал на международных биржах потерял 22 миллиарда долларов норникель 10 миллионов долларов северстал северсталь потерял более 530 миллионов долларов но от 800 миллионов долларов сулиман керимов 840 миллионов долларов как не бывало и это только за один день и только первый день новых санкций действовал и уже такие грандиозные потери тех людей которые финансируют что греха таить владимира владимировича путина ну и по крайней мере поддерживает его власть в нашей стране финансово теперь любая российская компания может быть обанкротина на западе и внутри стране и внутри страны и все это прямое свидетельство внешней политики владимир владимировича путина что за этим последует этим компаниям их владельцам правительства нашей страны а компенсирует все убытки а это фактически более 15 миллиардов долларов правительство возьмет эти деньги с нас с вами с простых граждан и передаст этим самым олигархам виде повышения налогов повышение пенсионного возраста введением новых налогов повышением цен и так далее словом нагнуть россияну правительства инструментов хватит а то что вот эти вот самые олигархи даже не заметили вот этих вот самых 530 миллионов долларов и это конечно же факт я уж вообще молчу что эти самые 530 миллионов долларов которым как бы кофе потому что правительство компенсирует это из бюджета они могли пойти например ну и на новые больницы поликлиники на новую систему здравоохранения но они просто спустили их и все так да прелесть этой ситуации заключается в том что зарплата станет меньше а цены станут больше будут отбирать вашу собственность и передавать олигархам прикольным государством ну или наоборот неважно грудинин ярый тому пример денег не будет на ликвидацию полигона ядрова но с граждан подмосковье соберут деньги на это все виде налога на воздух вот так вот и будет в этой связи это даже не удар по воронежу это даже не бамбежка воронежа а это удар по бабулям и дедулям которые предприятия... предприятия выкинут... это удар по бабулям и дедулям которых предприятия выкинут в лет 60, и им еще нужно будет работать лет 10. Бред, а Путин это сделает. Была бы конкуренция в стране, таких бы русалов было бы очень много, и потеря одного русала бы ничего бы на финансовом рынке не решила. Но он один, и мы все с вами прекрасно понимаем почему. Потому что он обеспечивает финансовую ликвидность тех чиновников, которые находятся на самой верхотуре власти. А вот если было бы много компаний, то есть много тех, кто производили алмазы в Якутии, то тогда была бы конкуренция. И можно было бы, конечно, с одного, со второго предприятия отжать бабло, но когда таких предприятий целых штук 10-15 всех не отожмешь, и была бы отрасль конкуренциоспособна. Но это ведь и не надо нашим правителям. Нашим правителям нужно, чтобы одно предприятие было под контролем, и с него были бы дотации. Леонид Мельчин правильно сказал лет 10 назад, что нашим внукам не видать пенсионных отчислений от государства. Вторник Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН на том основании, что химической атаки не было. Сейчас, минуточку, минуточку, подождите. Папа, ну можно, пожалуйста, минуточку сейчас, а? Слышишь? Папа, можно, пожалуйста, минуточку, а? Ну и так вот, возвращаюсь к теме, извините за заминку. Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совете Безопасности ООН на том основании, что химические атаки не было. Расследованием даже занимается ОЗХО. Это провокация. Химоружие могли использовать оппоненты Башара Асада. Провокацию могли готовить американцы. И англичане попытаются отлечь внимание от скрипалей. Во время, во-первых, Небезня сам не может определиться, если это провокация, то провокация США или провокация Британии. А это означает, что Небезня ищет на кого свалить вину за химатаку в Сирии. Причем это интересно. Путин несколько раз ловили за применением химоружия. Это, я уже упоминал, Норд-Ост. Когда ФСБшники применяли газ против заложников. Это дело Виктора Ющенко. Ну, дальше и дальше я уже все упоминал. Весь этот список. Ну и дело с скрипалей. Кстати, а мне еще вспоминается обрабатывание сибирской язвы. Почтовых конвертов. Почтовых конвертов якобы для полевого командира Хаттаба. И вот этот потом, нет, перед этим, я точно не помню. Ну, короче, была, помните, история рассылка этих конвертов в западные структуры безопасности, ну и также в ООН, от имени чеченцев. Ну, дабы показать западным лидерам, что путинская власть борется не с теми, кто восстал против них, а с обычными террористами. О, я помню эти годы, 2000-2001 год. Вот, помните, да, споры сибирской язвой приходили там на имя генсека НАТО, на имя генерального секретаря ООН. Вот, вот он откуда, из Шихан, из этого закрытого города. Про ЗХО, ну, ясно, что они туда приедут в Сирию, Асад их проводит. Да, якобы, вместо ЧП, а потом ОЗХО ничего не найдет. Просто потому, что Асадиты уже уберут все следы. Ну, то есть, понятно, приедут и уберут все следы химатаки. Почему сейчас считают, что Асад все-таки применял химоружие? Первое. Применение дешевого оружия, такого как хлор, весьма эффективно. Это позволяет, это позволяет экономить деньги, живую силу. Живую силу. Это позволяет эффективно экономить деньги, живую силу. Ускорить вход в военные операции. А также в связи с обострением отношений России с Западом, Асад рассчитывает на полную военную и техническую поддержку России. Китай, кстати, воздержался на голосовании в Совбезии ООН. Вот вам и наш главный союзник. Применение химоружия именно сейчас, это ведь хороший козырь для России. Дескать, ну зачем именно сейчас, когда уже Асад почти выиграл войну и так далее. Это все козни Запада. Путин, скорее всего, и посоветовал Асаду применить химоружие. Уверенно, в Вашингтоне. Уверенно, не беспочвенно. Помните, да, про лабораторию в Шаханах, что я там вам рассказывал, что там сказано в международном праве? Россия является гарантом уничтожения химоружия на своей территории, как страна членов ЗХО. А тут выяснилось, что нет. Россия не гарант уничтожения химоружия, а совсем наоборот, она его активно и активно применяет, даже против своих граждан. И тут американцы направили эсминец к российской военно-морской базе в ТАТОСе. Те самые корабли, которые год назад стреляли по базам асадитов в Сирии. И до этого они проверяли нашу систему ПВО. Первый удар может быть нанесен, но я на всякий случай напоминаю, что программа идет в записи. Так что к моменту выхода программы удар вполне уже мог быть нанесен. Ну так вот, первый удар может быть нанесен именно по этой базе в ТАТОСе. Но страшнее всего даже не это. Не то, что в войне в Сирии против США могут погибнуть от 15 тысяч наших вояк до 100 тысяч. Ну это, конечно же, будет сухопутная операция в ответ на сухопутную операцию США, как мы понимаем. А то, что, ну понятно, что многие в России откупятся от операций в Сирии, благо не в Великой Отечественной пока еще. А то, что новые санкции против России, которые предполагают полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом России, это может стать весьма эффективной мерой, даже более эффективной мерой, чем бомбежка наших военных баз в Сирии. А вы, кстати, знали, да? Путинская власть, я помню, гордилась тем, что у них нет госдолга, у них нет госдолга. И вот, чтобы перевооружить армию, путинская власть залезла в долги. И вот сейчас Россия должна долбить долг, то никто не будет обслуживать. А денег на то, чтобы самим долг покрыть, нету, нету. Наше государство теперь не может взять кредиты, например, в поюшком клубе кредитторов, как это было при раннем Путине в 2000-х годах, благодаря чему и экономика Российской Федерации росла в те тучные годы. Россия ищет войны, и она ее получит, или уже получила по всем фронтам. Вот он, небезня, небезня. Так, а что он там смотрит? Здесь не видно. Давайте я вам сейчас покажу. На каком-то тоже своего визави, это понятно. Спекал Энтен. Наверное, представители ОЗХО. Согласитесь, при таком ракурсе еще даже в программе Твоей самой пресловодой вести недели не показывали в таком ракурсе в софтбео-сулон. Спасибо ведомостям за данную фотографию. Вот я, например, со спины его ни раз не видел, и не видел, что у них даже... Ну, то есть я видел, что у них мониторную, я даже не задумывался о том, что они там смотрят. Парнуху, да, парнуху, скорее всего. Идем дальше. Шутка, шутка. Идем дальше. Россия выводит... Ага, вот сейчас. Россия выводит... Ах, это вот ОЗХО. Что, я сейчас опять сбился. Ай-яй-яй-яй. А, нет, все, не сбился. Да, все, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Россия выводит свои корабли с базы в Сирии. Американский телеканал Fox News показал в эфире спутниковые снимки, согласно которым российские военные корабли покидают порт свою базу в Татусе и драпанули обратно в Черное море. Что ж, я рад, что наш режим не ебанулся окончательно. Итак, скорость вывода российских кораблей составляет 7 кораблей в день. Речь, в частности, идет об отступлении таких кораблей, как Адмирал Григорович, десантный корабль Рапуха, Сыкуха теперь, и сухогруз Инженер Трубин, а также подводные лодки Кило. Это американцы ее так называют, наши называют немножко ее по-другому. А Дональд Трамп в своем твиттере написал «Готовься, Россия, к ракетной атаке, и случилось чудо-чудное, диво-дивное, непобедимое, российская армия, которую нам уверяли по всем СМИ, драпанула, начала срочную эвакуацию своих кораблей из Сирии, потому что воевать худо-бедно с потерями, но против банкформирования это один уровень, а против самой мощной и могучей армии в мире это совершенно другое. И совершенно другие возможные людские потери и потери в технике». О чем это говорит? Путин, когда начал военную операцию в Сирии, думал, что он сейчас будет воевать, как США, ну то есть только бомбить с воздуха, и это получалось до тех пор, пока американцы не начали поставлять противника Масада, Стингери и ПЗРК, ну в частности, Джевелин. Все военные у нас начали, все военные у нас начали войну в Сирии, сравнивать с афганом, 79-89, и это, если хотите, афганский синдром. И тут надо либо воевать уже на земле, а это десятки тысяч россиян просто в гробах, просто в гробах десятки тысяч россиян, либо не воевать. Также поспели санкции из-за Сирии, и они уже были, и есть намного серьезнее для нашей экономики, чем санкции 2014 года из-за Крыма и Донбасса. То есть в Крыме думали, что они разменяют Сирию для Запада, но Донбасс для России не вышло. Запад на этот развод не повелся. Более того, создавалась угроза войны на два фронта, с Украиной и США. А мы с вами прекрасно помним, что еще с 1942 года, кто ведет войну на два фронта, тот неизбежно проигрывает. В пух и прах. Россия выигрывает только те войны, которые называются отечественными, то есть ведутся у нас в стране и поддерживаются народом. Войну в Сирии никто не поддержал в народе. Все высказались против. А какого хрена и за что мы там воюем против террористов серьезно? А у нас террористы не где-то там в Сирии, а в Дагестане. Говорят народ, все восприняли эту войну как поддержка Ассада. И все. Ну и экономика после победы над ИГИЛ. Ассад говорит, это раздел экономика, после победы над ИГИЛ Ассад говорит Пуфчину, ну а теперь давай за твой счет, за счет бюджета России отстраивай нам страну, ну там, города, дома, школы, больницы. Но дело в том, что у Савао Путина раздрай в экономике. Ему вот у нас государственный долг у нас, а теперь не может он деньги занимать-то на Западе, а занимать где? В Китай, конечно, можно занять, тут согласен, но Китай-то нас не поддержал в войне против Ассада. Так что он, может быть, даже в какой-то момент и скажет, а теперь Россия отдавай нам всю страну. Вот так и будет. Но в любом случае, даже если Китай нам финансово помогает, все у нас нет бабла, чтобы все города в Сирии, которые были разрушены войной, отстраивать. В Минфине подчеркнули, подсчитали и возрастулись. Да, если, да, я как раз об этом говорил. Путин может воевать только с противником, который слабее его в сто раз. Помните, да, как на президентских выборах, когда не допустили до них самого грозного оппонента Кремля. И вот чудо! Путин победил! У него 80%. Правильно 80%. Потому что не допустили самого грозного оппонента Кремля, Навального. И вот так же Путин действует и на внешнем контуре. Он воюет с более слабым соперником. А с более сильным, ну, кстати говоря правильно, предпочитают избегать боестолкновения. А сильнее России может быть только и Соединенные Штаты Америки. Они единственные, кто победили, реально победили Россию. Вот тогда еще Советский Союз, который, конечно, был намного мощнее, чем Россия в 1991 году. ОЗХО. ОЗХО подтвердило выводы в Великобритании относительно типа вещества, которое было использовано при покушении на Скрипаля. В режиме доклада значится, что результаты проводимых исследований подтверждают выводы Британии касательно типа вещества, которое было использовано России в Сирии. ОЗХО передало доклад британцам. И теперь британцы оставляют за собой право публиковать его или же нет. Понятно, что таким образом они будут шантажировать Россию и держать Путина за яйца. Эксперты ОЗХО прибыли в Солсбери 19 марта, а исследование происходило в четырех разных лабораториях в Гаге. То есть там было проведено независимое и объективное расследование, по которому испула та самая лаборатория в Шаханах в Саратовской области, где был произведен именно газ новичок именно с целью травануть Скрипаля. Причина я уже разбирал в предыдущей программе. И тут же советую, кстати, посмотреть вести в субботу. И тут же британцы хотят собрать Совет безопасности ООН на следующей неделе, чтобы попытаться выкинуть Россию из ООН. Это невозможно с юридической точки зрения, но сам факт будет грандиозной впервые в мире страну с ядерным оружием. Ну, я тут подчеркну, ходят слухи, это весьма непроверенная информация. Пост преда в ООН пытаются выкинуть из данной организации тотальный провал России, но не до конца ОЗХО не стало напрямую обвинять Россию. Почему? Да потому что они там понимают, что если пойдут против России, то потеряют бабло. Ведь Россия может не платить членские взносы в ОЗХО и может оттуда со спокойной душой и чистой совестью выйти. Тем более, что Россия не раз нарушала правила ОЗХО. Но оцените из-за принципа, что Путин не может опросить предательства своего военного разведчика, он, Путин, ставит Россию под удар. Я уж не говорю про мир. Теперь Америка наносит удар за ударом по России. Пока только, к счастью, не военных ударов, а дипломатические и экономические. И вполне один из этих ударов может стать фатальным, как говорили когда-то в этой связи раненый зверь опаснее вдвойне. Даже некоторые профессоры привет Барабанову открыто на всех федеральных каналах призывают сжать на красную кнопку. То есть стереть Америку в радиоактивный пепел. И это призывает российская профессура. Да, это вот не какие-то там политики типа Жириновские. Это профессоры призывают в России долбануть по американцам. Вот до чего дошло. И вы знаете, со слов Путина, если весь мир против него, то тогда зачем этот мир? Ну, действительно, ну, а если мир вводят против санкций говорит, так нельзя действовать, так нельзя действовать. Путин говорит, а тогда раз все появятся феноменалы, зачем нам такой мир нужен, давайте-ка долбанем и выясним, кто, как говорится, сильнее в этой самой ядерной дубине. Ну, к счастью, говорить одно, а делать решено другое. Путин этого не делает пока что, к счастью, для всего мира. Те, кто сомневаются в этом, ну, тем, что будет примена эта ядерная дубина, я напоминаю слова Монстрадамуса, что властик США придет бизнесмен, сначала им будут все восторгаться, а потом он окажется в прямом смысле антихристом. Ну, это же Трамп. Слова Ванги, что атомный грипп возможен, ну, и слова Максима Леонардовича Шевченко, сказанная, кстати говоря, на эхо Москвы, что на Ближнем Востоке возможно применение тактического ядерного оружия. Вполне допускаю, что так и будет. Это еще Максим Леонардовича в Ченкадиле, самых крутых специалистов по Ближнему Востоку, заявил в 2013 году. Я думал, ну, человек так заявил, чтобы тупо пиариться. Но ведь сейчас, ведь сейчас, когда американские корабли близко очень подошли к российским, когда вот-вот они могут долбануть или уже долбанули, я напоминаю, программа записывается в записи. На следующей неделе обязательно мы разберем, долбанули или нет, и почему либо долбанули, либо не долбанули, либо долбанули, так, что ассеты Путин не почувствовали. Кстати говоря, эксперты именно к третьему варианту склоняются. Ну, как было в прошлом году. Ну, так вот, Путин отвечает ядерной дубиной на экономические удары. Надо вводить войска НАТО в Россию, вот тогда мы точно победим. И Путин хочет на это спровоцировать Запад. Путин ищет войну, как, кстати, и Трамп. И походу, я еще раз говорю, он ее нашел. Вечь идет про войну, не про войну в Сирии, а про мировую войну, что позволит ценой колоссальных жертв остаться у власти, пока Путин не умрет. Словом, он повторит судьбу, он надеется повторить судьбу великого для многих коммунистов Сталина, а для нас, либералов, бандиты Ковбе. Фух, мощно. Теперь отдохнем от внешней политики и на крайняк займемся внутренней. Спикер Госдумы и лидеры фракции внесли, ну, почти отдохнем. Законопроект об ответных мерах на санкции США. Итак, вот, что запрещают в Госдуме. любые сельскохозяйственные культуры, еда, напитки, алкоголь, табак, а также запрет на работу в Российской Федерации. Нельзя будет продавать уран западным электростанциям. И Боинг не получит больше наш алюминий. Самая главная изюминка запрет операционных систем типа Windows и Android у нас в стране. Начнем по порядку. Итак, сельскохозяйственные культуры. Под этим соусом будет осуществляться запрет на ввоз семян, что грозит России просто голодомором, как говорят на Украине, и это в 21 веке, потому что российские семена, как бы сказать, их очень мало. Их может показаться, что их очень много, даже на прилавках может поколаться, завалить, но в промышленных масштабах их очень мало. Это вот это наша власть. Теперь про едой напитки. У нас в области есть два крупнейших завода Coca-Cola и Pepsi-Cola, а теперь это одни из самых крупных предприятий в области. Теперь представьте, из-за запрета люди потеряют работу на этих самых заводах, а эти заводы находятся на окраине нашего города. Кроме них, там в радиусе 10 километров просто нет ничего, нет другой работы. Газировку и пиво можно пить российского производства, конечно же, но вы когда идете в магазин, что берете, например, под футбол, как правило, либо чипсы, либо немецкое, либо же чешское пиво, и американские чипсы. Ну, чипсы, кстати, производятся на стране, но просто под американским лейблом, ну, вы все знаете этот лейбл, да я так и назову лейс, но это не является рекламой. А теперь представьте, что этого нет, а телевизор вы не сможете купить новый телевизор, потому что понятно, почему футбол теперь можно будет смотреть только на старых ламповых телевизорах, или у кого пластмасс еще сохранится в хорошем состоянии, а новых телевизорах в магазинах не будет, просто потому что депутаты Государственной Думы запретили операционные системы, операционные системы это сейчас не только в компьютерах, в ноутбуках, но и в телефонах, и в телевизорах, да, сейчас телевизоры называются телевизорами, сейчас это не просто вот так вот ты включил, тебе картинку показывали, сейчас это смарт-ТВ, то есть это и интернет, и там обычное телевизорение, а кто это обеспечивает, кто переключает с одной функцией на другую функцию, это самая операционная система, а у нас есть операционная система, сколько разработала операционную систему, у нас продается аналог Windows в стране, аналог Microsoft, у нас вообще этого нет, у нас даже разработки этого нет, они даже не могут придумать этого, за то бабло, которым государство отчисляет, а все это экспортируется с запада, а теперь представьте, что нет современных ни телевизоров, ни современных телефонов в нашей стране, ни ноутбуков, ни компьютеров, Россия погрузится в средневековье, и это начнет происходить именно 7 мая, с даты инаугурации Владимира Владимировича Путина, но интересно кстати говоря, что вот запретом против операционных систем применяли люди в возрасте, в частности там депутат Мельников, которые в этих системах не понимают, не понимают, что эти системы операционные это сейчас самая главная ценность человечества, уже ценность человечества уже давно деньги как фактор ценности уже потеряла, сейчас в нашем время ценности это конечно же вот эти самые технологии современные там гаджеты так про алюминий вообще Боинг найдет замену, но большинство самолетов Боинг как раз где летают правильно война флоте текущий ремонт капитальный ремонт не будет осуществляться этих лайнеров из-за запрета алюминия из-за запрета Боинга в российской деятельности Боинга в Российской Федерации теперь представьте что это такое когда иностранный самолет не эксплуатируется технически он будет что правильно падать а теперь представьте там 250 человек на борту и теперь представьте что это будет происходить посевместно у нас падают лайнеры правда сейчас падают как раз не лайнеры а такие маленькие самолетчики но это уже следствие тому что не могли найти замену украинским двигателям а наши двигатели оказались полными пока что неэффективны и вот недавно саратовский ну как сказать мини самолет в общем саратовский самолет упал в подмосковье вот это прямое следствие именно контрсанкции именно ответ нашего западу а не наоборот россия в этом плане даже станет не северной кореей там хотя бы нет коррупции кстати за нее там понятно почему там расстрел из-за миномета а у нас центрально-африканская республика почему самая бедная республика кстати говоря в мире а потому что вот характеристика центрально-африканской республики значит он дает и характеристику на протяжении десятилетий в центральной африканской республике продолжаются войны обилие природных ресурсов которые используют власти цар для личного обогащения а теперь внимание ничего не напоминает правильно Россию а теперь Путин а теперь еще внимание Путин и руководитель администрации президента Громов когда ну нельзя сказать что бывали конечно в российской истории периоды похожи но тем не менее скажем так Россия не испытывает трудность из-за этих самых политической ситуации в котором отчасти мы сами виноваты то президент России и руководитель администрации президента РФ Громов внимание увеличили свои доходы в два раза у Путина теперь 18 миллиардов а у Громова ну всего-то каких-то скромных 224 миллиона долларов данные журнала коммерсант то есть это не то что вот там американцы бомбят по нашей власти экономически и как бы власть скукоживается да она бомбят эта самая власть только крепчает у нас в стране а эти удары направлены в основном на простых граждан таких как я и таких кто меня слушает а теперь внимание уран для АЭС не проблема ведь у многих в штатах во-первых американцы найдут у кого уран поставляют для себя но даже если не найдут ведь в Соединенных Штатах Америки сейчас у многих батареи солнечной энергии и ветряки зеленая у них энергетика и им этот уран до лампочки до лампочки ну да закроются эти АЭС скорее всего но в каждом штате в каждом худо-бедно квартале в Соединенных Штатах уже у каждого почти есть вот эти самые ну ветряки есть не у всех но батареи у солнечной энергии почти у маломальских бедного жителя Соединенных Штатов есть все понимают ну потому что да они стоят очень дорого но это как бы единовременная трата ну то есть ты потратился на них и все можешь не платить за электроэнергию ну красота согласитесь а у нас кто устанавливает ветряки там или батареи или солнечные батареи нет конечно же ну конечно же нет все платят нашему государству чтобы наше государство наш и ну понятно что все эти контрмеры лодятся да я уже про это говорил ага вот в частности санкции контрсанкции ну санкции и контрсанкции отразились и на нашей семье у нас долг почти 20 тысяч за квартиру и например мой отец не может использовать свой автомобиль форт просто потому что нечем ему платить за обязательную страховку и это все при руководителе у которого 18 миллиардов долларов на счету и это только официальный денеж и так его форт отцовский так и остается 2010 года выпуска так и остается обсловить в гараже просто потому что в нашей семье нечем платить за обязательную страховку ну вы хотя бы вы хотя бы депутаты госдумы там и правительство ну вы хотя бы понимаете что да вы там подставили граждан да вы не все просчитали когда Крым захватили ну хотя бы ну хотя бы отмените отмените это обязательно страхование граждан что это такое ты должен страховать свой автомобиль в любом случае а если ты искусственный водила и ни раз не попадал в ДТП а ну если ты даже попал в ДТП ты выплатишь эту сумму там тому лесу в которую ты въехал по неосторожности или там по недосмотру но платить страховым компаниям чтобы те решали давай тебе страховку или не давай тебе страховку но это бред это какой-то бред ОСАГО это полнейший бред нашей власти это понятно для чего чтобы с этих компаний и еще раз пилить бабло и все люди оплевались об этом об этом ОСАГО когда водили но вы знаете что люди-то оплевались но ОСАГО это не отменили в нашей стране так и остается хорошие машины гнить в дрожах россиян просто потому что нет денег за страховку но выход есть дорогие граждане выход есть и выход только один 5 мая все на митинг за Навального не выйдем масса тогда в прямом смысле подохнем от голода в будущем вот так вот 5 мая все на митинг это были вести недели без Дмитрия Киселева увидимся на следующей неделе фу пока